МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александр, очень приятно, что ты пришел к нам в гости. И я бы хотел начать эфир именно с песни, которую, ну, полюбили и в нашем окружении, и, конечно же, эта песня еще прозвучала в эфирах телевизионных. Поэтому я вас, Александр Батлиас, «Любовь спустилась с небес». Фрагмент, да? Фрагмент, окей, хорошо. Любовь спустилась к нам с небес, Венчала в храме на санах. Пели ангелы в небе Песню наших сердец Она спасала много раз Нас давала силы все простить и забыть. Знай, в этом мире безумном Ради нее стоит жить Там, где все исполнятся мечты Мы будем вместе Там, на ладонях вечности Мы споем эту песню с тобой Ну, такой, да, такой маленький фрагмент Как нюанс и штрих такой Где-то шесть лет назад Эту песню услышала Алла Борисовна Пугачева И она у меня ее приобрела для исполнения Мы подписали контракт И теперь, возможно, вы когда-нибудь ее услышите И в ее исполнении А вот она что То есть теперь мы будем знать, кто у кого взял эту песню Или приобрел Да, да Хорошо, ты можешь спросить, за сколько? Зачем людей смущать? Ну, я скажу так, что за хорошие деньги Хорошая песня стоит хороших денег, я так думаю Спасибо Александр, хочу начать наше общение С того, как начиналась группа Новый Иерусалим Как раз в этом году, можно так сказать, 30 лет Чуть больше уже даже 32 Вот оно как 32-й год, как образовалась группа Новый Иерусалим 15 лет ты был солистом этой группы Если можно вспомнить, есть и люди, которые помогли вам начинать Это даже два служителя Более того, я хочу сказать, если позволите Пожалуйста Один из ключевых людей сегодня проживает здесь, в Сакраменто Ее зовут Янина Сокол Есть Возможно, знаете, слышали эту женщину Регент хора В Белоруссии в церкви Благодать в городе Минск И вы знаете, она молилась И у нее сердце, оно всегда переживало за музыку Нам ее сын Владимир рассказывал И она молилась о том, чтобы у молодежи была тоже какая-то хорошая музыкальная группа И была молодежная христианская музыка И она молилась в Белоруссии И Господь ей проговорил сердце, что я подниму в Белоруссии группу, которая сделает для меня большую работу И она поделилась этим откровением со своим сыном Его зовут Владимир Владимир сегодня проживает в Сиэтле Мы с ним встречались несколько раз Очень хороший мой друг Спустя годы, годы, годы Вот И Владимир пошел искать эту группу Он пошел в одну церковь, во вторую церковь, в третью, четвертую И ничего, как говорится, не находил И уже начал немножко смущаться Стал молиться И Бог в молитве ему сказал А почему ты ищешь этих музыкантов среди верующих? Есть ли у тебя неверующие друзья музыканты? И он вспомнил, что у него есть бас-гитарист Гарик Который в тот момент играл с нами уже в группе Вот, потому что до покаяния мы какое-то время с ребятами работали уже вместе, как рок-команда Вот, и Владимир пришел к нам в студию Созвонился с Гариком, договорился на встречу Пришел к нам в студию на репетицию И начал нам благовествовать Начал нам говорить о Христе Для нас было дико Потому что мы все из них христианских семей Волосатые в серьгах рок-музыканты И христианская музыка для нас ассоциировалась всегда Либо это православный хор Либо это католическая органная музыка Но никак не современный стиль Вот, на что он сказал Ребята, вы заблуждаетесь Послушайте Майкла Дабл Смита Эми Грант Кармен, такой артист был Исполнитель Да, и другие коллективы Дал нам послушать Мы стали слушать Ну и как у музыкантов мы говорим Но это была фирменная, качественная Очень крутая музыка Которую можно было давать Любому человеку нашего возраста Молодежи И они бы ее слушали Вот, и вот так вот Потом он взял еще Сандея де Ладжа Сандея тогда был студент Обутился на факультете журналистики В университете в Беларуси Очень много, он был молодой такой Дерзновенный служитель такой И очень много служил в разных церквях Помогал в молодежных служениях И вот, они к нам приходили в студию Несколько недель Благовествовали Потом пригласили нас в гости К пастору Вениамину Бруху Так вот, мы пришли в гости К Вениамину Бруху Это был декабрь 91-го года Вениамин нам часа 4 Как пастор свидетельствовал Говорил о Христе Мы показали ему несколько песен Которые мы сделали Христианских из сборника По-моему, песнь Возрождения На что Вениамин сказал Очень хорошо, но здесь чего-то не хватает И чего? И мы говорим Чего не хватает, Саня? Давай спой с душой Я уже, насколько можно Душу развернул, вывернул, спел Но он говорит Если вы хотите петь о Боге Вы должны знать Бога И вот это была ключевая фраза Пастора Вениамина И тогда мы задали вопрос Как нам познать его? И он сказал Вам необходимо покаяние И он пригласил нас на собрание в церковь Мы пришли на одно служение На второе служение И 12 января 92-го года Всей группой вместе Одновременно Мы вышли вперед И приняли Иисуса Христа Своим Господом и Спасителем И стали посещать Различные библейские семинары Школы, которые у нас были При церкви начали Основание для нашей веры Дело твердым И наш пастор сказал Ребята, через 4 месяца Делаем ваш концерт И мы по-быстрому начали Как-то вот Изучая Священное Писание Адаптируя песни Из сборника Песнь Возрождения Под нашу стилистику 17 мая 92-го года В Минске Мы вышли на сцену Впервые Как группа Новый Русалим Был полный зал Где-то человек 800 Было на нашем выступлении Для многих христиан Которые пришли Это был 92-й год Наша музыкальная подача Была в шок Потому что они привыкли К другой христианской музыке Но 17 или 15 неверующих человек Покаялась на этом концерте Верующих человек покаялась Может быть и верующие покаялись Некоторые, да Но неверующие Вышли вперед В молитве покаяния Слава Господу И вот так вот начиналось Наше музыкальное Христианское служение Слушайте, как же приятно Слышать с покаяния Служители, которые работали с вами Насколько я понимаю Новый Русалим Вначале вы больше были Как свадебная группа То есть это правда? Нет, нет Нет, мы достаточно Мы же были никому неизвестны Мы сыграли вот этот концерт И потом опять ушли в небытие Это уже было известно Сергей Брикса уже начинал Это была известна группа Пилигрим Это уже мэтры были Группа Набат И ребята, да А мы просто начинали Как служителя Как музыкальная команда Мы писали песни Которые нигде не могли Их показать Но в начале В конце 92-го года Группа миссионеров Соединенных Штатов Америки Из церкви Чочевгат Они приехали Начинать церкви В Москве В России В Петербурге Евангелист Карл Ричардсон Его зовут Вот И они пригласили нас Тогда Как группу И мы приехали В Москву И мы с ними Открыли где-то в Москве В Петербурге Около 17 или 18 церквей И вот так вот Потихонечку Люди начали О нас узнавать Стали о нас Стали слышать о нас Но все равно Должен быть Какой-то музыкальный материал Тогда еще Компакт-дисков не было Были кассеты И в 93-м году Эта церковь Чочевгат И евангелист Карл Ричардсон Приглашает нас В Соединенные Штаты В Америке И мы в 93-м Прилетаем Сюда впервые И мы за месяц Сдаем в 9 штатах 26 выступлений 26 служений И во Флориде Он нам предоставляет Свою звукозаписывающую студию Для записи альбома Совершенно безвозмездно И мы на пленку Не на цифру Как сейчас компьютер пишет И корректирует все Мы два дня На пленку записали Весь инструментал Два дня Весь вокал И бэк-вокалы За два дня Смиксовали мы Этот альбом Который называется Бог святой И мы летали в самолетах Спали в самолетах Еще проездные были Тогда на авиакомпанию Дельта 500 долларов стоил проездной И ты в течение месяца В любую точку Америки Можешь Сколько сил есть Летать Но мы с этой кассетой Вернулись в ноябре 93 года Домой И нас пригласили На первый национальный Телеканал Участвовал участвовать В рок-конкурсе Телевизионном И значит Он назывался Rock Island И все белорусские коллективы Ребята в шортах Таких высоких Ботинках В серьгах Металисты А мы уже А мы в костюмах В белых рубашках В галстуках В таких пиджачках Мы вышли И начали петь Одну из наших песен Эй, улыбнись Иисус дарует жизнь С избытком Он Господь Господь Он Бог Он Царь Ты в это веришь Скажи Аминь И потом припев В общем-то И песня И фонограмма Которую мы записали В Америке Она настолько Отличалась От всего Что было Что жюри Этого рок-фестиваля Телевизионного Они признали Что мы The best И дали нам Первую премию Слушайте Это был 93-й год Когда И вот люди светские Из мира этого Они замечают И так оценивают Качество группы Ну Я думаю Что талант Это то Что Как свет У любого человека Да Талант Это и призвание Это и предназначение И если ты развиваешь Свой талант То безусловно Он открывает Для тебя Определенные двери Кстати Александр Ну смотри Вы играли Очень качественную музыку И продолжаете играть Как у вас Это получалось Кто с вами Занимался Все-таки Вот так Чтобы сразу И получилось Ну мы сами Занимались Мы Уделяли Мы уделяли Большое внимание Саморазвитию Занятием На инструменте У нас были Никто над нами Не стоял У нас не было Ни продюсера Ни менеджера Мы понимали Мы верили Что если мы хотим Чего-то достичь Для Бога То то что мы делаем Это должно быть Качественным Мы понимали Что если у нас Будут некачественные Песни Некачественные Записи Нас никогда Не возьмут Ни на радио Ни на телевидение И конечно На нас Повлияла Очень сильно Группа Десяток Когда мы В 97 году Впервые попали На их концерт С их легендарным Альбомом Jesus Freak И это было В штате Мичиган В городе Коломазу Большая спортарена Тысяча молодежи И вот мы Услышали Группу Десяток И мы подумали Что мы хотели бы Наверное Что-то сделать Похожее Для молодежи В нашей стране И мы не думали О том Что мы будем Сейчас для христиан Уже писать Мы понимали Что верующие люди Они уже в доме отца Но есть много людей За стенами церкви Которым нравится Такая музыка Но тексты В их песнях Они не очень хорошие И мы решили Просто взять Слово Божие Взять Написать стихи Которые Которые Как бы Богословски Правильные Да Как бы Евангельские Несут смысл И посыл Но музыка Это уже как обертка была Это как современный язык С которым мы вышли К молодежи Мы целенаправленно Сфокусировались На аудитории 14-19 лет Мы узнавали Какую музыку Они слушают Как они одеваются И вот так вот Мы стали работать Над альбомом Ну что ты думаешь Об этом И этот альбом Он очень сильно выстрелил И песня Я знаю Любовь Не бывает игрой Я знаю Любовь Не бывает неверной Я знаю Любовь Не бывает второй Я знаю Любовь Может быть Только первой В 98-м году Мы взяли Среди всех Рок-коллективов Мирских В Белоруссии Мы взяли Первую премию Как лучшая Рок-композиция Года в стране Александр Поправь меня По-моему Три ваши песни Они были признаны В Белоруссии Лучшими песнями года Ну что ты думаешь Ну что ты думаешь об этом Я знаю любовь Я знаю любовь И любовь спустилась Небес Которую мы сейчас слышим Нет Любовь Я знаю любовь Любовь в ладонях Запуталось солнце Давай любовь Свою любовь Вот эта песня И дуэт у меня есть Заслуженная артистка Республики Беларусь Искуи Абалян Другая жизнь Тоже была The best song of the year В Белоруссии Вот И три песни Три песни И четвертая Ну пожалуй Вот эта самая первая Бог святой 93-й год Но мало кто об этом знает Мы нигде Это сильно не афишировали Поправь меня пожалуйста Насколько я знаю Перед тем Как вас заметили Светские телевидения Радио Студии Вы же были Вы участниками евангелизации И ваша группа Сыграла более тысячи служений Это были музыкальные концерты Это были евангелизационные концерты Это были просто Не знаю Какая церковные Может быть Более тысячи Я представляю Какой опыт Как вы уже были готовы И вот с этим опытом Вас уже начинают приглашать Заметили светские Люди Которые начали приглашать Что вы еще и там Попроповедовали Не только на евангелизации На телевидении Ну не то что они заметили Это вам помогло вообще потом Однозначно То есть У нас была стратегия И средства И работой В средствах массовой информации Занимался Непосредственно я Потому что Я понял Что если мы не будем Идти на телевидение На радио Строить с людьми Которые может быть Сегодня еще не ключевые люди На позициях В телевидении Не радио Но они может быть Режиссеры Помощники режиссеров И у меня появились друзья С которыми я выстраивал Взаимоотношения Я им показывал Наше творчество Показывал наши песни Ходил Стучался в двери Чтобы нас пригласили На телевидение На телесъемки Пригласили туда Туда Вот И безусловно Параллельно Мы делали хороший Музыкальный материал Потому что Эта песня Это то Что делает Любого исполнителя И поднимает Любую группу Эта песня Если она становится хитом Если она нравится людям Люди хотят узнать Кто поет эту песню Чем эти люди живут Какой у них образ жизни И вот после песни Уже конкретно Любовь в ладонях Для нас открылось Очень многое Телевидение и радио Но мы понимали Что музыка Она не спасает И мы приходя на интервью Мы всегда старались Благовествовать И проповедовать Евангелие И на многих Государственных телеканалах Мы говорили о том Как Бог исцелял наших детей Когда врачи говорили Что дети умрут И смертный диагноз ставили Слава Богу И мы не стыдились этого Понятно Были те Кто крутил у нас у виска Пальцем за спиной И говорили Что они там продались Какой-то американской секте Она им там деньги пересылает Вливает Было такое Но на самом деле Это неправда Мы приезжали сюда в Америку Мы играли в выступления Служения Все, чем нас благословляли Мы покупали инструменты Инвестировали Оборудование Студию Мы приезжали туда Если говорить даже Обо мне лично Я и многие ребята Из группы нашей Мы еще Мы были известными Но 15 лет Снимали квартиры Потому что деньги Которые нас благословляли Мы тратили Чисто на питание Для семьи Остальное Все мы инвестировали Непосредственно В творчество И поэтому Как говорится Я думаю Бог дал успех Потому что мы были Честными И настоящими Во многих вопросах Эти Вот И телевидение Да Открыло для нас Возможности Двери И если говорить О том Что Как мы попали Вот в этот Мейнстрим Это было время И случай И знаете Я хочу Телезрителям Нашим Кто сегодня Нас смотрит Есть такая Мудрая мысль Она называется Не пренебрегайте Днем малых начинаний Мы никогда Не придем Бог никогда Не даст нам Что-то большое Если мы не проявим Верность малым Это библейская истина Это библейское Такое основание И мы должны понимать Что мы должны Трудиться Развивать И шлифовать Свой талант И поэтому Когда например Приглашали уже Группу Новый Русалим Потом я соль На президентский Оркестр Республики Беларусь И когда в зале Сидит 3000 человек Телетрансляция На основной Телеканал страны И у тебя с оркестром Всего 2 репетиции По 15 минут И когда ты приходишь На репетицию Оркестр 70 человек Если ты пришел Неподготовленный Они не будут ждать Когда ты будешь В их присутствии И сидеть И убирать Свои какие-то Нюансы И какие-то Неправильные ноты То есть Ты должен прийти Подготовленный И понятно Что когда мне Дирижер Ставил задачу Я хочу Чтоб ты спел Песню Юту Христианская песня У них есть Там С хорошими словами В конце Боно поет О том Что я верю Что придет день Когда Что все цвета Кожи Они будут смешаны Что будет Один язык Что мы не будем Стыда иметь Что Христос На Колговском кресте Разорвал Наш стыд Разорвал Узы нашего рабства Вот Но я еще этого не достиг Я еще к этому иду Вот И когда я понимаю Что мне ставится задача Выучить песню За неделю На английском языке Понятно Что день и ночь Я работаю И я прихожу На репетицию Подготовленный Потому что если я приду Не подготовленный Меня в этом концерте Больше никогда не будет То есть прилаживая Такое огромное усилие Мы увидели Такой тоже максимальный результат Следующая тема Будет немножко болезненно 2006 год Александр Патлис Больше не поет С группой Новый Иерусалим Что случилось Ну У нас стали Немножко разногласия Возникать в коллективе По поводу того Где Должна быть Группа Новый Иерусалим Как она должна двигаться И какая у нас цель Я понимал Что мы должны Двигаться дальше Не только в христианском служении У нас появлялась Перспектива Выступать на больших Площадках Мы выступали Но появилась перспектива Заключать договора Контракты Один из продюсеров Христианин Американский Христианский лейбл Йоханан Марчелина Он предлагал нам контракт Он три года Нас уговаривал Чтобы мы подписали контракт И работали здесь Как музыкальная команда В Америке В Америке В Америке, да Он говорит Я готов пригласить Любого продюсера Саунд продюсера В любой студии Где вы хотите работать Вот И на самом деле Достаточно Хорошие условия контракта Были И я думаю Основное его видение Было таким Чтобы мы Приезжая сюда В Америку Играя с топовыми Американскими Христианскими коллективами Поднимали финансы И возвращались На полгода домой И эти финансы Вкладывали В евангелизационную работу Это было видение Но часть коллектива Не захотела Подписывать этот контракт Часть коллектива Не разделяла Это видение И мы остались Как говорится На тех же позициях К которым мы уже пришли Мы уперлись В определенную стену И нужно было Чем-то рисковать Нужно было Как-то идти И двигаться дальше Вот И начали потихоньку Возникать у нас Различные разногласия Плюс 2006 год Я теряю голос Мне делают Операцию на связках Я не поющий Нужно ехать в Америку Я остаюсь в Беларуси И ребята уезжают Без меня Вау А получается Что они сделали Тональности удобные Чтобы Игорь Гитарист мог петь И они улетели Через месяц я возвращаюсь И у нас одно выступление Второе выступление И я чувствую уже себя Как будто не в своей тарелке В Сиэтле В Вашингтоне Мы собираемся на разговор В район Наш один хороший друг Мы у него останавливались В районе Алкай-Бич И мы сели Пообщались Поговорили И я понял Что отношения наши Очень сильно Всего лишь месяц прошел Отдельно Да Но они Месяц Это месяц Всего накапливалось У меня уже дочь Подросток И я должен знать Где буду я Где будет моя семья Потому что моя жена Она иногда говорила Мне у меня ощущение Что я замужем Не только за тобой За всем Новым Иерусалимом Потому что Когда она спрашивает Какие планы И какие цели Я говорю Мне надо с группой Посоветоваться Какие цели И какие планы Не женой А с группой Да Из-за этого И это тоже Была такая Ошибка Мы Очень сильно Настолько ушли В служение Что мы забыли Что есть еще Социальные вопросы Которые нам Как мужьям И отцам Необходимо решать И в 2006 году Когда я уже Так почувствовал И увидел Когда я задал Очень важные вопросы Некоторым ребятам В группе Где буду я Где будет моя семья Спустя два года И я увидел Что народ поплыл Потому что Не было конкретики И определенности И конкретной цели И это все Вызывало У ребят Определенное раздражение Что мне было сказано Дальше мы едем Без тебя Александр И я остался Как говорится Один Я вот даже Не могу почувствовать То что ты переживал В тот момент Представляете То есть Вы Тысячи служений Вас признают На телевидении Вы работаете вместе 15 лет Все слаженно 8 альбомов 4 кстати мессианских 4 рок Концерт Альбома И тут в этот момент Происходит вот эта остановка Когда ты в служении Когда ты Все делаешь И вот здесь произошло Что вообще происходило В твоем сердце О чем ты говорил с Богом В тот момент Когда ты остался один Ну в этот момент Мы говорим Богу Всегда О своей боли Но Была обида Конечно Обида Огорчение Почему За что Что я такого сделал Зачем со мной так поступили Зачем со мной так Но я понимаю Что В конфликте Всегда две стороны Виноваты Возможно Я за собой Не видел Какие-то вещи Тоже Которые видели Ребята Но Это уже Как говорится Осталось там Что было В моей жизни Я ушел На Алкайбич Молиться Это была ночь 12 Вашингтон Вашингтон Сиэтл Да Это первый час ночи И я ушел Молиться Я начал Разговаривать с Богом И Я понял Что Жизнь Должна Продолжаться Я понял Что я остался Один Потому что Стресс Был настолько Что я буду делать Дальше Как я буду жить На что Будет существовать Моя семья Материально И Я начал Молиться Просто И я увидел Что Когда у меня Горечь и обида Я не могу Прославлять Бога Но я Вспомнил 102 Псалом Давида Где он говорит Что унываешь Душа моя Не забывай Всех благодеяний Его Начинай Прославлять Бога И вот там Через боль Я начал петь Я просто Начал петь То что У меня получается Делать Наверное Лучше всего Я начал петь Я начал Славить Бога И я почувствовал Когда я начал Прославлять Бога Через боль Через пустыню В которой я нахожусь Я увидел Что Моя проблема Она становится На второе место И своей хвалой И поклонением Мы на первое место Ставим Бога И царя И когда я начал Славить Бога Мое сердце Стало исцеляться В радость Начало возвращаться И Бог Начал говорить Первое Что Господь Мне в тот момент Проговорил Если ты 15 лет До сего дня Служил мне Вместе с ними Сегодня Ты остался Без группы Ты перестанешь Мне служить Или будешь Дальше служить Я сказал Господь Я не знаю Как я буду Это делать Я буду Служить дальше Следующий вопрос Был Не вопрос А ответ Это из книги Послания Петра И у Иакова Эта мысль В послании Звучит Смиритесь Под сильную руку Божию И вознесет Вас В свое время Я понял Что есть Моя часть Которую я должен Пройти Я должен В этой данной Жизненной ситуации Смириться Но придет время Когда Бог Исполнит вторую часть Этого стиха Сделает свою часть И я вознесу тебя В свое время И я понял Что мне нужно На какое-то время Укрыться И я уехал В штат Индиана Устроился Там к друзьям Немножко работал Красил Мазал Доски таскал Заработал Несколько Какую-то сумму денег Ночами Писал песни Песня Любовь спустилась Там с небес Мина В 2006 году Вот в тот момент Была написана И еще одна песня И еще одна песня Когда я вернулся В Беларусь Я пошел Сразу в студию Я сделал Аранжировки Я записал Этих несколько песен И это был 2006 год Александр Тиханович Группа Веросы Он мне звонит И говорит Я хочу Чтобы ты в этом году Представлял Беларусь На Евровидении И я говорю Я не готов Я уехал В Нижний Новгород В студию К Алексею Мальчонкову Другу моему Работать В студию Где мы делали Аранжировки Я записывал Новые песни Он позвонил Мне в Нижний Новгород Потом он позвонил Моей жене Он пытался На меня Повоздействовать Через жену Все методы Использовал Моя жена Ехать на Евровидение И у меня Опять пошло 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 Кстати Да Вот сейчас Мы к этому Подходим Что не мучила Соверш Все-таки Ты не воспользовался Шансом Еще попро Поедут На Евровидение Или ты не был Тогда Я просто Не был готов Дело в том Что мне нужно было Пережить все Через что я проходил И потому что Сцена Это Особенно Когда ты Поднимаешься На большую сцену Например Когда я вышел На сцену Во Львове На фестивале Когда меня пригласил Миссия Билли Грэма Фрэнклин Грэм Пригласил Когда И когда на стадионе Сидит 42 тысячи Во Львове людей И мне нужно Впервые в жизни Нигде до этого Не исполняя Песню Любовь спустилась К нам с небес Для 42 тысяч Петь на украинском Или божий дизайн На украинском Потому что Другой язык Не принимался Просто Белорусский Украинский Но я бы Я выучил Но Я выучил Но одно дело Спеть для 100 человек Или для Или в компании И для 42 тысяч И понятно Когда ты выходишь Не твой родной язык Всегда есть Психологический момент И ты Как исполнитель И артист Ты должен Психологически Быть готовый Крепко стоять На ногах Потому что Сцена Она не прощает Слабости А еще Если Это твое Волнение И страх Они увидят Они увидят Они почувствуют В голосе Это И это будет Тогда фиаско И я сказал Что Тогда И вот Только из этого Я тогда сказал Александр Григорьевич Я не готов Пришел момент Когда Ты записываешь Альбомы Свои Это 2006 год И уже тогда Для тебя Песня Признается Входит В альбом Лучшие песни Беларуси 2006 года То есть Господь Даже дал тебе Возможность Возвратиться На тот уровень Который ты Ну не просто Возвратиться Понимаешь Что Люди Которые были На телевидении Эти все люди С которыми Я работал Для группы Новый Русалим Они же остались Друзьями Мы остались С ними друзьями Кто тебя поддерживал В этот момент Ну вот Женушка Таня Татьяна Меня поддерживала Значит Некоторые пастыра Сережа Марчунич Мой хороший друг Ну Алексей Романов Пастыр Слово жизни Московский Московская Значит Виктор Радкевич Мой очень хороший друг Который предприниматель Он в Риге живет И еще Несколько И еще Несколько Людей Но Ближе всего Это была Моя семья Кстати Вот сейчас Я хочу За Танечку Буквально Несколько минут Расспросить Ты знаешь Все меньше И меньше Я слышу От молодых пар Когда супруга Говорит Я хочу Чтобы мой муж Был в служении Какую цену Приходится платить Женам Служителей Музыкантов Какую цену За тебя Платила Таня Жена Музыканта Служителей Если он Еще Становится Известным И начинает Поступать Приглашение 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 Это наверное Переживают То что переживают Жены Тракистов В Америке Это одиночество 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 Да И когда мы уезжали На несколько месяцев Соединенные Штаты Америки И потом Мне приходилось Возвращаться Домой Я хотел Видеть Рядом С собой Ту Танечку Которую Я оставлял Когда я уезжал Нежную Хрупкую Любимую А ей пришлось Стать сильной А ей пришлось Научиться Менять смеситель Душевой Ей пришлось Стать И мамой И папой И безусловно Когда женщина Остается Не только на женской Но еще и занимает Мужскую позицию Ее характер Меняется И я себе Задавал вопрос Почему так И я понимал Что Не ее вина В этом Моя вина В этом И Когда я уже Разошелся С ребятами Из группы Новый Иерусалим У меня были условия Что я больше Недели Максимум 9-10 дней Я не уезжаю Из дома И поэтому Я всегда Старался Уезжать В четверг Пятница Суббота Воскресенье Выступление Служение Среди недели Что-то Еще пятница Суббота Воскресенье В понедельник Возвращаться домой Если какие-то поездки Были не очень далекие Татьяна Ездила вместе со мной Плюс у нас Появился Леон Установленный ребенок Установленный ребенок Да Леону Очень важно Папа У Леона Очень сильная Привязанность Ко мне Как к отцу Вот И я понимал Что Я не могу Заниматься воспитанием На расстоянии И поэтому Когда Леону был Год и шесть месяцев Он уже со мной Улетел в Одессу На конференцию Поклонения Многие женщины Были в шоке Твой муж С ребенком Который год и семь Как он с ним А нам было Справляется Справляется Да Пока я пою Несколько нянечек За ним присматривают Нужно приготовиться Быть сильной Женщиной Потому что Награда велика У Господа Но здесь На земле Нужно быть сильным Следующий вопрос Вы с музыкантами Новый Иерусалим Совместно продолжаете Участвовать в программах Все хорошо сейчас Да Мы Да Мы восстановили Взаимоотношения Наши У нас хорошие отношения Знаете Когда проходит время Мутная вода Становится чистой Все что было Может быть Нехорошее Между нами Оно осело И мы сделали Концертную программу Которая называлась Снова вместе И с ребятами Из группы Новый Иерусалим Мы вышли на сцену Сперва Театра Муз-комедии А нет Сперва Молодежного Музыкального Театра Белоруссии Потом у нас был Сольный концерт В Большом зале Филармонии В Белоруссии Потом Блок-проджект Ребята Из города Молодечно Сделали нам Концерт На Молодеческом Амфитеатре Больше Двух тысяч Людей пришло На выступление И потом Уже непосредственно Несколько концертов У нас было В Москве Дмитрий Ватуля Продюсер И радиоведущий Свободная ФМ Радиостанция Такая есть Мой очень хороший друг Он нам сделал Несколько концертов В Москве Очень успешных Слушай Ну интересно Можно спрошу Кто-то из белорусских Христианских Исполнителей Так близко Поучаствовал В жизни Белоруссии Как вы Я думаю Что конечно Группа спасения Можем сказать Ребята Да У их песня Плачет дождь По-моему Она тоже была Номинирована На песню года Вот Значит Могу сказать За Сергея Брикса Бриксу Вифлеемская звезда Вифлеемская звезда Да Сергей взял там Премию Выиграл автомобиль Даже еще Шкода фаворит В тот момент Как же у вас там Все честно Можно выиграть Ну я вам могу Сказать так Что несмотря На все Что в последние годы Происходит В Белоруссии Когда мы еще Были там Ни одно слово О Боге Ни одно слово О Христе Никогда Не вырезалось На телевидении Никогда Поэтому у вас Было желание Туда приходить И желание Желание было Приходить Мы даже Знаете Мы должны понимать Что сперва Тебя могут Не принимать Но потом Когда люди Смотрят И наблюдают За тобой Особенно В шоу-бизнесе Когда ты Из года в год Остаешься Посвященным Верным Тогда и там Приходит признание И тогда Люди Уважают Твои убеждения И меня никогда Не приглашали На сомнительные Мероприятия На сомнительные Презентации Потому что Знали мои принципы И убеждения Что я не приду Туда Где будет Стриптиз Или еще что-то И поэтому В основном Мое служение Было Это сольное творчество Семейные ценности Телепрограммы И ток-шоу Посвященные семье Значит Каким-то Христианским Событиям И Ряд Больших Благотворительных Мероприятий Которые Я участвовал Алекс Напомню Вы как-то Работали Вот это Львов Майкл В Смит Где вы Пересекались С Майклом В Смит Я выступал В Тбилиси В Вильнюсе В Риге Красивый список Во Львове Да И так же С группой Ньюс Бойс Я хочу Просто За Майкла В Смита Если позволите Сказать В Тбилиси Когда Должен был Состояться Фестиваль Фрэнклина Грэма За день До концерта Власти Или Православные Христиане Или Руководство Православной Церкви Вместе с Властями Они сказали Что якобы Во дворце Спорта Был Пожар В какой-то Из комнат И его Полностью Перекрыли И завтра Мероприятия У вас Не может быть Делали все Чтобы остановить Да И тогда Было принято Решение Оргкомитетом Фрэнклином Грэмом Василий Герасимчук Михаил Наконечный Это вот Виктор Гам Команда Которая Возрождение Работает С Фрэнклином Грэмом И Большая Пятидесятическая Грузинская Церковь Они В Грузии Там В Тбилиси Они решили Всех людей Которые придут На автобусе Перевезти в церковь И на свободной Парковке Церкви Они поставили Скамейки Сделали Все условия Чтобы люди Сделали ряды Поставили экраны Привезли аппаратуру Значит В свободной классе Провели телеэкраны Сделали трансляцию И так как Это Было Первое Первое выступление Еще Сцены И аппаратуры Такой Как всего Такого Еще не было На следующий день Уже подвезли И все Доделали Более качественно Конечно Я стоял И смотрел На Фрэнклина Грэма Когда Он должен был Выходить за кафедру И проповедовать И молиться Мне казалось Что он Огорчен Всем тем Что произошло Но поражало Меня то Что Несмотря на все Обстоятельства Он выходит И делает И делает То К чему Его призвал Бог И когда Мы в немощи Бог Тогда силеный Прославляется И Майкл В. Смит Вы знаете Когда сегодня Многие музыканты Горят Я не буду петь Здесь нет Вот этого прибора Вот это не по райдеру Вот здесь Не соответствует Этому Майкл В. Смит Взял табуретки Одну на одну На одну На одну На одну Поставил Вот так вот Присел Значит Электропиано Ямаха Стояла Просто на газоне На зеленой траве На стойке Его барабанчик Поставил Тарелочку То есть даже стульчика Высокого не было Не было Не было Вот так вот На табуреточку На табуреточку И я увидел Тоже Смиренного Божьего человека И когда он начал Играть И поклоняться Богу Все свои хиты Я понял Вот почему У него Множество Гремми Потому что Ты должен быть Бог тебя видит Да Ты должен Сиять И блистать Своим талантом Тем Что тебе дал Бог И служить Богу И людям В любой ситуации Даже тогда Когда кажется Невозможным Спасибо Александр Апрель 2022 года Ваша семья Переезжает В Сакраменто Мы становятся Сакраменчанами Да Расскажи пожалуйста О вашем переезде Что можно сказать А что Может быть Может не надо Потому что В Беларусь Тоже возможно услышат Но дело в том Что я не собираюсь Возвращаться в Беларусь Потому что Мне в Беларусь Возвращаться опасно Вот Поэтому Да В апреле месяце Мы переехали сюда В Беларусь В Соединенные Штаты Америки Я думал Что я очень быстро Сделаю себе Визу О1 Талант И вернусь Снова служить Беженцем В Украину Не в Украину Извините В Польшу И в Германию Но как оказалось Чтобы поменять статус Нужно прожить полгода А потом только Идти на смену статуса И поэтому Как говорится Наши билеты Обратные пропали Мы приехали сюда С ручной кладью Но Слава Господу Что на новом месте Меня поддержали Послужили мои друзья Сережа Ермалюк Мой хороший друг Еще из Белоруссии Когда-то у них была Группа Мартин Лютер Я им продюсировал Клип один И песню Их песня Стала хитом В Белоруссии Сережа Вот живет Сейчас здесь В Сакраменто Он у нас себя Дома приютил У него была Свободная комната И полтора Или два месяца Мы жили У него дома Спасибо Владимир Ермалюк Протянул Как говорится Руку помощи Пригласил Участвовать В служении В прославлении И я начал Приходить на репетиции Начал участвовать В прославлении Хороший мой друг И предприниматель Тимофей Игнатьев Он говорит Я хотел бы Чтобы ты остался здесь И я хотел бы Тебя поддержать И помочь И на протяжении Первого года Нашего здесь Он финансово Поддерживал нас И помогал нам Снимать апартменты Вот Поэтому Знаете Я увидел Что Бог Не оставил нас Одинокими Хотя у нас здесь Нет ни родных Ни братьев Ни сестер Никого Мы Но через церковь Так много родных людей Вам служат Совершенно верно И я знаю Что многие люди Которые испытали Что такое Быть беженцем Они пережили что-то похожее Что и я Когда церковь И люди Которых Они не знают И даже я Я разговаривал с русскими Которые уезжали Им говорили А езжайте Езжайте туда В Сакрамент Украинцы там головы Запахивали Как могли Поотрезают И когда я с ними Разговариваю И они плачут И говорят А нам здесь просто служат Неверующие люди Кстати Вот этот момент Когда я был впечатлен Что ты очень активный В эмигрантском служении Здесь в Сакраменто Потому что много эмигрантов И ваша церковь Очень активно В этом участвует И ты еще Организатор И ведущий Вечеров Встречи для мужчин Куда приходят Много неверующих людей Куда приходят И верующие люди Я Несколько раз Я посещал Я с таким удовольствием Прихожу Вы встречаете людей Они чувствуют атмосферу Велком То есть Их там ждали Их там Вкусно накормили Арчи Да зовут повара Арчи Ну Арчи уже сейчас Последний Арчи Сейчас Где-то в другом месте Да Арчи очень сильно помогал Да Он хороший профессиональный Пограмм Ты обязательно поешь Ты приглашаешь Интересных гостей Да И вот эти два часа Пролетают Насколько быстро Интересно Почему такая любовь к иммигрантам Что Что так в твоей жизни Ну это призвание Владимир сказал Ты мог бы вот поддержать Вот здесь Взять какую-то часть Часть служения Мужского Я еще Не понимал вообще Что такое Америка Ну как я 15 или 17 раз Был в Америке Я даже в Белоруссии На права не сдавал Я все это в Америке Учился Сдавал здесь Скажем так Я многое знал Но Я знал как приезжающий в гости Ну когда ты уже Туризм от иммиграции Отличается Знаешь Как в анекдоте И когда я уже окунулся Владимир говорит Ты можешь Ну я взялся делать То что я могу делать Ты можешь в музыкальном служении Могу Ты можешь в иммигрантском Могу Ты можешь миссионеровать Могу Что еще Вот Ну и Все как-то Да Все пошло Разевает Плюс Ребята Команда Команда Там Владимир Не помню фамилию Володя Ну ваша шикарная команда Шикарная команда Хочу сказать Большой кредит вам Потому что Вы очень активны На уровне города Да Но это Как говорится Это уже все было Я просто стал частью Этой команды Это Все это было Ты присоединился Я присоединился Хорошо Отдаешь им кредит Это тоже хорошо А так и было Это правда Так и было Друзья Вы знаете Я вам такую тайну открою Что практически Все музыканты Ведущие Они еще востребованы На свадьбах И я уже пересекался С Александром Я был ведущий А я поющий Поющий был Слушай Ну насколько Как же ты старался И я знаете Что хочу сказать Друзья В моей жизни был момент Наверное После 20 лет Когда я был ведущий Я думаю Ну так много в церкви Волонтерской работы Участвую И вот еще Я и свадьбу веду Я даже мысль такую допустил Наверное Может свадьбу отпустить Ко мне начал говорить Господь Говорит Разве ты не понимаешь Что через свадьбы Я хочу восполнять Твои материальные нужды И я совсем по-другому Начал смотреть Потому что Вокруг меня множество Талантливейших ведущих Которые Молодое поколение И так дальше Но Бог мне разрешает Или мне дает людей Которые приглашают И дают эти финансы Как ты реагируешь на свадьбу Я смотрел Ты с удовольствием пришел Ты с удовольствием Спел 9 по-моему песен А там наверное Просили 4 А ты так молодец За двоих Дело в том Что да Вот эта сфера у меня Все больше и больше Развивается Буквально вот сейчас Недавно я летал В Джексонвилл И я пел Для 14 человек То есть это был День рождения Правильный Юбилей Да такой правильный День рождения Муж сделал Жене сюрприз Какой красивый сюрприз Да Да Вот Мы с моей семьей Мы молимся Мы хотим исполнять Слово Божие Где написано Я хочу Чтобы вы были богатыми На всякое доброе дело Потому что У нас есть друзья Церкви Которые остались там Мы им хотим Помогать Поддерживать У нас есть друзья Которые Проходят нелегкий Период своей жизни Борются с раком Это Это финансы Расходы Это дорогие медикаменты Это то Что ты не можешь Быть дееспособным И когда Бог Кладет на сердце Бремя Кого-то поддерживать Кому-то помогать Я понимаю Что я не могу Все время Только у своей семьи Забирать У своего ребенка Забирать хлеб И поэтому я вижу Как Господь открывает И дает работы И буквально Вот на следующей неделе Я еду В Орегону У меня там Одно мероприятие было Потом позвонили Через день Еще одно мероприятие И летаю по Америке И как и веду свадьбы И пою свадьбы И у меня большой опыт В плане того Как ведущего Потому что Слушай, ну я же перечислил Тысячу служений Ну это концертов Но мало кто знает Например Что ты еще и ведущий Что я был ведущим В 2013 году На Славянском базаре Белорусский день На белорусской мове Я вел Все мероприемства Так кажется По-белорусски И трансляция была На телеканал Россия На телеканал Украина Это было качественно И на первый национальный Телеканал Да И поэтому Я если подхожу к работе То я подхожу Серьезно К сценарию К интерактивам К конкурсам К границам К которым можно подступать Но нельзя переступать И безусловно Репертуар Который у меня Я пою на английском На русском На украинском На иврите Какой язык Не знаю Английский еще Ну и английский Конечно Да и английский Друзья Для нас такая есть возможность Приглашать Благословенных людей На наши праздники И благословлять их финансово Потому что для них Это тоже очень-очень важно Буквально Блиц Я подготовил Несколько вопросов Такие они абсолютно разные Можно коротко отвечать Но как хочешь Пример или поступок Из жизни твоих родителей Который ты запомнил На всю свою жизнь Мои родители Несмотря на все Перипетии И то что они Неверующие люди Они по-прежнему вместе И любят друг друга Какой самый лучший совет Дал тебе другой музыкант Значит А если не музыкант А если не музыкант Хорошо Если хоть Начинаешь Чтобы остановиться Лучше не начинай А если начинаешь То не останавливаешься Как помочь ребенку Полюбить музыку Самому любить музыку И чтобы музыка звучала То есть в тех семьях Где родители Вот показывают Свою заинтересованность Которые готовы Платить большую цену Которые возить на репетиции Купить дорогой инструмент Как сильно называется Твою хочу Я хочу Чтобы мой ребенок Пел и был музыкантом А какую цену Я могу сказать так Знаете Америка Она затягивает Затягивает в работу И финансы И не всегда Остается внимание Достаточно детям Мой ребенок Мой Леон Занимается в художественной студии Здесь И достаточно неплохо У него все получается И развивается Леон прошел сейчас Первое собеседование И кастинг У него в субботу Будет фотосессия И мы начинаем Собирать портфолио И он у нас играл В Белоруссии В театре детском Различные главные роли Он у нас занимался В модельной школе Его приглашали Уже по контракту Когда ему было 6 лет Работать в Китай Но мы не отдали И мы не поехали туда Но у моего ребенка У Леона Очень много способностей Он творческий Но меня радует Что он вчера взял бумагу У себя в школе В Stone Rich Elementary Где он учится Что он хочет посещать Лидершип занятия Что он хочет быть Одним из лидеров И там нужна честность Порядочность И я говорю Ну ты понимаешь Что на тебя будут смотреть Многие Потому что лидер Это тот Кто идет впереди И не всегда легко Идти быть лидером И он говорит Папа я понимаю Ну вот Во вторник У него будет Первая встреча Поэтому вы знаете Если вы не инвестируете В своих детей Ничего Не ожидайте Что вы что-то пожнете В детей нужно сеять Дети это почва И когда они еще мягкие Маленькие Не отталкивайте их С их желаниями С их увлечениями Поддержите Помогите И корректируйте Чтобы они не сделали ошибки В своих увлечениях Александр Ты согласен Тем что мы Рождаемся Со всеми талантами Просто некоторые Мы развиваем А на некоторые Мы Нету смысла Это правда? Это правда Есть книга Называется 10 тысяч часов Я не вспомню Сейчас автора Но автор Изучил жизнь Группы Битлз Роллинг Стоунс Группы Юту Стива Джобса Значит Кто еще Майкрософт Билла Гейтса И множество Множество людей В мире Которые Стали Не просто А гениальность Гениальными людьми Предпринимателями Музыкантами Стали И он просто Вычислил Что 10 тысяч часов Занятий Делают Из среднего Школьника Гениального Школьника 10 тысяч Часов Занятий На протяжении Например Там Какого-то Десяти лет Жизни И он просто Проанализировал Это все Например Если говорить Когда группа Битлз Пришла По-моему В 1961 Году На звукозаписывающую Компанию Предложила Свой альбом Никто Не хотел Их брать И говорили Что такая музыка Которую Вы предлагаете Она не модна Но ребята Ездили в город Гамбург Немецкий Порт И там Каждый вечер По 5-6 часов По 4 часа Каждый вечер По 6 дней В неделю Играли свои песни Играли мировые хиты Джаз Пытались играть Три года Три года И потом Когда они уже Приехали И дали свой первый концерт За три года За тысячи концертов Они настолько были сыграны Что они звучали Как один инструмент Есть очень интересный фильм Называется Барабанная дробь О школьных И духовых Оркестрах Колледжев Американских Здесь да И тренер Не тренер А дирижер Дирижер Сказал гениальную фразу One band One sound То есть Когда играет коллектив Он должен звучать Как один И к этому приходишь Только когда Сыграешь Тысячи концертов Почему Новый Иерусалим Всегда выходил И звучал Даже на утюге И на лопате Потому что За тысячу концертов Мы настолько Адаптированы Были друг к другу И знали Что мы на сцене Одно целое И мы будем звучать Как один голос Что это такое Сказал На утюге На лопате То есть На любом инструменте Мы приехали В Казахстан Город Ленинск А не Ленинск Извините Рудный Это Челябинск Граница Из север Казахстана Был день независимости Казахстана И там есть Евангельская церковь Они сделали нам концерт Когда мы приехали туда Это уже был Двухтысячные годы У них В этом городке В Доме культуры Не было Кэнонов Знаешь Вот такие Как микрофоны Включать Ты застал Вот когда Включаются Вот такими Пять маленьких Таких вот Тоненьких Джеков Вот так вот Ты уже просто В Америке был Наверное Да Наш звукорежиссер Резал дорогие провода Быстро перепаивал Чтобы включиться Вот в этот Снейк Кишку Вот эту К микшерскому пульту Не было барабанов Не было ничего И целый зал Молодежи Бабушки Аксакалы Вот казахи Вот в своих шапках Сидят бабушки В платках И И мы сделали концерт И они просто В конце стоя Аплодировали И еще человек Сорок Покаялась Поздно На следующий день Пастора вызвали В администрацию Город Говорит Что это ты делаешь День независимости Казахстана Казахстан Официально Мусульманская страна А вы здесь проповедуете А вы здесь говорите Евангельские Пестопедии устроили Я так слышал Что песня Я знаю любовь Очень много касалось Особенно девочек Которые Пережили Ну Предательство И так дальше Поэтому На ваших концертов Было множество Свидетельств Именно молодежи Это правда? Это правда И молодежи Да И иногда Мы просто На 8 марта Брали Музыкальная газета Такое издание В Белоруссии было И у них были Свои подписчики Ну сейчас Как в фейсбуке Да И эта газета Давала Мы делали Совместную акцию И эта газета Давала нам 100 или 200 адресов Поклонниц Девушки И мы им просто Отправляли Наши кассеты Как подарок На 8 марта И они нам Потом писали Письма И благодарили Одна девочка Написала Я говорит Хотела покончить С собой Но я говорит Получила извещение Что мне пришла Какая-то бандероль Я пошла на почту Это была ваша кассета Мы записали Две песни с одной Две песни с другой стороны Я знаю любовь Божий дизайн И еще несколько песен Но все такие Вдохновляющие Жить хочется И когда она говорит Слушала песню Божий дизайн Слушала песню Я знаю любовь Я говорит Я просто стала плакать Я увидела Что люди Которых я никогда Не знала И не видела Которые не видели Никогда меня Они почему-то Подумали обо мне Это настолько Ее коснулось Она Она не сделала Суицид Она написала нам Мы написали Найди у себя в городе Евангельскую церковь Мы дали несколько адресов Она пришла туда Она покаялась Она приняла Водное крещение Вот И написала нам Потом Добрые слова Я выступал Слава Господу В марте месяце В польской церкви С полночь Пастор Кшиштоф Заремба Это наверное Сегодня самая большая Евангельская церковь В Польше Польская Плюс еще славянский поток Дмитрий Бадю Пастор Их наверное человек 400 Славянский поток И после моего выступления На Рождество Ко мне подошла женщина Уже взрослые девчонки Дети у нее подростки И она говорит Вы помните Вы выступали в Днепропетровске На фестивальной площади Я говорю Помню Это был момент Когда площадь И проезжую часть Перекрыла ГАИ Полиция Потому что было столько людей Что они не вмещались На площади Не стояли на проезжей части И ГАИ перекрыла город Останавливала троллейбусы Чтобы не было Ну чтобы не произошел Эксидент никакой И люди с троллейбусов Выходили И попадали на наш концерт Около 12 тысяч народа Тогда было На нашем выступлении И вот эта женщина говорит Я была неверующая девчонка Я ехала домой Троллейбус остановился На фестивальной площади И сказали Троллейбус дальше не идет Я не поняла Почему не идет Я вышла Я попала на ваш концерт Я на нем покаялась Это мой муж Это мои дети И мы уже И я продолжаю служение Вот уже сейчас Служила в Украине И сейчас служит в Польше Какие свидетельства Хотел за Леона спросить Люди, которые хотят Адаптировать ребенка Какие радости И сложности усыновления Ну вы должны понимать Что усыновление И это очень сложный путь Сложно Я не буду вам говорить о том Что это легко И это радостно Лебенок Даже будучи Самым маленьким Леоном И усыновили Когда ему был год И пять месяцев Восемь месяцев Он был Непосредственно В детском доме Вот И с чем мы сталкивались Мы сталкивались с тем Что нам об этом не говорили Но там В детском доме Им давали успокоительное И он был такой Спокойный Тихий Их не тревожил Не тревожил Да И когда мы приехали К нам домой Буквально два или три дня И он у нас появляется Ребенок Маугли То есть он такой Дикий Кричащий Он не может ехать В коляске Он не может сидеть В автокресле У него опыта Со всем этим Ничего нету Но любовь Она вымывает все Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok